Девушки отдыхают Спецгруппе срочно требуется поддержка, говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Спасибо. Не знаю, кто ты, но спасибо тебе. То, что они собирались сделать со мной... Послушай, мне нечего тебе предложить, кроме этих припасов. Не знаю, почему они их не забрали. Они больше меня не поймают. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Пожалуйста, у тебя есть вода? Так хочется пить. И... И... Добро пожаловать в Ривит-Сити. Подожди, пока выдвинется трап. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. А ну стой. Назови свое дело в Ривит-Сити. Исследование, говоришь? Я тут ничем помочь не могу. Но можешь порасспрашивать горожан. Только без эксцессов. У меня нет времени уг... Ну давай. Я на службе. Давай побыстрее. Ага. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Садись, где тебе удобно. Сейчас кто-нибудь подойдет. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который... Меня зовут Шрапнель. Я хозяин этого заведения. У меня тут лучшее оружие, какое только найдешь. Таких давненько не попадалось. Редкость, однако. Чё смотришь? Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Как будто мне не все... Не о чем докладывать. Что тебе нужно? Ну, я ничего почти не знаю. Вроде здесь с самой войны выжившие были. Я просто радуюсь, что тоже живу здесь. Попробуй спросить у Беннона. Он отлично проявил себя в Совете. Наверняка он с радостью поможет тебе с твоими вопросами. Бедное дитя. Его мать, Тэмми Харгрейв, из проблемных граждан. Она слишком много времени проводит в баре у руля, пьет и ругается по-черному. Мне так жаль его. Надеюсь, моя малышка хорошо влияет на мальчика. Но я беспокоюсь за них обоих. Говорит защитник Мурил. Всем изгоям, которые ловят эту чистоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту чистоту, немедленно прибыть на место. Так точно, сэр. Мама Джеймса, Тэмми, просто гадина. Она ужасно с ним обращается. Думаю, это потому, что она пьяница. Тут шумно, темно и дурно пахнет. Зато безопасно. Никаких рейдеров и супермутантов. И может, доктор Ли даже сумеет обеспечить нас чистой водой? Она редко общается с людьми. Все время проводит у себя в лаборатории на корме. Но она умная. Очень умная. Говорят, здесь давным-давно обосновалась группа наемников, которые рылись в руинах Вашингтона. А так, не знаю. В смысле, приударяет ли за мной кто-нибудь? Нет, они почти все вежливые. Не обращают на меня внимания, даже когда я сама с ними заигрываю. Вот, например, Диего. Ну, кто-то из нас точно любит другого. Но мне порой кажется, что он меня вообще не замечает. Ну да, конечно. Не думаю, что у меня получится его достаточно напоить. Эх, были бы у меня муравьиные феромоны. Триня говорит, они сводят мужчин с ума. Ага, пока. Да будешь ты смотреть себе под ноги? Рада тебя видеть. Говорит защитник Морил. Мистер Спейн, а можно я тебя полный? Пожалуйста, как сегодня работа? Я не знаю, что он еще не закончил. Внимание, внимание, спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту чистоту, немедленно прибыть на место. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Всем изгоям, которые ловят эту чистоту, прибыть в сектор 7-Б... Мы еще не знакомы. Впрочем, я не из тех, кого запоминают при знакомстве. Меня зовут Мистер Лопес. Меня никто не помнит. У меня незапоминающаяся внешность. Не переживай. Это не будет твоей проблемой надолго. Оставь меня в покое. Привет. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят... Держись от меня подальше. Что тебе нужно? Ты что, из этих? Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка! Нет. Я не хочу обратно. Я лучше умру, чем опять попаду в рабство к этому жуткому... Алистеру Тенпенни. Серьезно? Ох, спасибо. Ты можешь мне помочь? Я вся извелась из-за него. Даже ночами не сплю. Спасибо. Я пойду к снаряду и Шрапнелли. До закрытия. Мне нечего тебе подарить, но я хочу доверить тебе тайну. Если тебя когда-нибудь занесет на север, там есть тайные убежища рабов. Храм Единства. Они могут тебе помочь. Девушки отдыхают. Доктор Ли спасает людям жизни, а ваше постоянное вмешательство мешает ее работе. А теперь прошу вас, отойдите. Уверен, что милый доктор изумительно проводит... Сколько раз говорить. Посторонним вход воспрещен. Хоть кол на голове. Эээ... Это ты? Господи боже, ты просто вылитый он. Ты сын Джеймса, да? Что ты здесь делаешь? Да, конечно. А разве ты не знаешь, кто я такая? Видимо, Джеймс тебе не говорил, как похоже на него. Я доктор Мэдисон Ли. Я работала с твоим отцом много лет назад. И с твоей матерью тоже. Прости меня. Все это было очень тяжело для меня, когда твой отец вдруг объявился. Через столько лет. Пойми, пожалуйста, я... Все мы давно отошли от этого. Проект Чистота, наша работа, все, что было, все это в прошлом. По крайней мере, для нас. А ты нет? Я думала, это он тебя сюда послал. В таком случае, почему ты не в убежище? Джеймс сказал, что оставил тебя там. Твой отец настаивал, чтобы мы возродили проект Чистота. Я пыталась объяснить ему, что прошло слишком много времени, ничего не получится. Разумеется, он не послушал. Решил доказать, что у него получится, и отправился в старую лабораторию. Мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать. В старом здании мемориала Джефферсона. На юго-запад отсюда. Пожалуйста, не иди за ним. Глупо даже думать о том, чтобы отправиться туда в одиночку. Послушай, я не хочу показаться жестокой, но у меня хватает своих проблем. У меня нет ресурсов, чтобы спонсировать дурацкие предприятия Джеймса. Или твою погоню за ним. Извини. Пожалуй, и я могу поделиться парой стимуляторов. Это немного, но лишними они точно не будут. Я знаю все про научную лабораторию, а вот про город ничего сказать не могу. Хотя вроде как тут почти с самого начала. Кажется, целую жизнь назад все было. Боюсь, ничего с той поры в памяти уже не осталось. Удачи. Я Дженнис Коплинский, старший ботаник. Что тебе нужно? Я вряд ли смогу помочь, если это только не касается научной области. Что-то вроде лаборанта? Нет, у тебя какой-то более помятый вид. А нельзя ли тебя нанять? По существу. Мне это нравится. Но, как выяснилось, у меня пропало некое очень ценное имущество. Как бы мне объяснить попонятнее. Ты думаешь, что роботы это консервные банки с винтиками? Мистер помощник и всякое такое. Так вот, не все роботы таковы. Видишь ли, в содружестве мы делаем искусственных людей. Синтетические гуманоиды, запрограммированные думать, чувствовать и делать то, что нам нужно. И время от времени они дезориентируются и уходят, куда глаза глядят. Глупости! Мы о машинах говорим. Ты можешь поработить генератор или водоочиститель? Конечно, нет. Тут тот же принцип. Но вернемся к твоему заданию. Тебе нужно найти пропавшего андроида. Я проследил его до столичной пустоши. Он где-то здесь. Вероятно, он изменил что-то глобально. Например, сделал пластическую операцию и стер себе память. Иначе я бы уже нашел его. Это будет непросто. Он может даже не понимать, что он андроид. Только не волнуй его разговорами. Просто придешь и доложишь мне. Я разберусь. Конечно! В моем распоряжении прогрессивные технологии содружества. Я с радостью поделюсь ими с тобой. Только подумай, тебе будут завидовать все твои друзья. Великолепно! Найди его и не останешься в накладе. Вот послушай, что он мне написал. Он издевается надо мной. Клянусь, он за это ответит. Забудь обо всем, что знаешь о роботах. Те консервные банки просто детские игрушки по сравнению с настоящим шедевром. У андроидов есть кожа и кровь. Их запрограммировали симулировать человеческое поведение. Например, дышать. Они даже могут вполне натурально есть и переваривать еду. Слухи? Это все, что ты мне можешь предложить? Я сдал чего-то конкретного. Убирайся с глаз моих! Вечер, дом. Чем быстрее ты найдешь... ...бры... Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис-Кросс-Роудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Впечатляющая коллекция, да? Не стесняйся, осмотрись. Меня зовут Аврам Вашингтон. Я куратор этой частицы истории Америки. А-а-а! Узнаю у коллегу-ученого. Каждый из собранных здесь документов рассказывает свою, пусть небольшую, но важную часть истории Соединенных Штатов Америки. К сожалению, в моей коллекции недостает одной жемчужины. В 1776 году Второй Концептуальный Конгресс принял документ, подготовленный никем иным, как самим Томасом Джефферсоном. В этот день Соединенные Штаты Америки приняли свое имя и заняли свое место в истории. Этим потрясающим документом была Декларация Независимости. Правда? Она так важна для меня и для всей коллекции общества. Великолепно! Обещаю, ты об этом не пожалеешь. Только подумай, ты теперь непосредственный участник новой страницы истории Америки. Как я тебе завидую! Декларация Независимости находится где-то в руинах национальных архивов. А, кстати, как забавно! Я практически все знаю о Великой Столите. Это, конечно, далеко не так важно, как история Вашингтона. Национальные архивы находятся в руинах Вашингтона. Точнее, то, что от них осталось. Документ должен храниться в стеклянном защитном футляре. Будь осторожнее! Там кишмя кишат супермутанты. Давай я покажу, где это находится. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б Беллис Кросс Роудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка. Всему личному составу, который ловит эту частоту, из новых иммигрантов на... Я Диего, служка церкви Святой Моники. О, да! Отец Клиффорд проводит службы каждое воскресное утро. Обязательно приходи. Ты о чем вообще говоришь? Я духовное лицо. По крайней мере, стану им, когда отец Клиффорд... Забудь. Не важно, что думает Анжела. Скоро я приму обед безбрачия. Отец Клиффорд говорит, что она мое испытание, мое искушение. Я должен выбрать между ней и церковью. Я выбрал церковь. Клянусь тебе, наши отношения чисты и непорочны. Я ей всего лишь друг. Однако должен признаться, я не сделал всего, что мог. Я едва сдерживаю искушение. Твои слова дали мне новую силу. Я скажу Анжеле, что мы больше не можем встречаться. Даже как друзья. Благослови... Не надо обращать на меня внимание. Я просто займу тут место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту. Немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту. Немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту. Немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту. Немедленно прибыть на место. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Тед Стрейер, если хочешь, можешь со мной оттянуться. Всему личному составу, который ловит эту частоту, это типа чинить всякое барахло, что ли? Неа. Я просто... это не просто так. говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Оставь меня в покое. Говорит защитник Морил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7-Б, Беллис Кросс-Роулс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место. Я на слу... всех сторон до... всех сторон до... для педагоги